Эта камера один из датчиков мониторинга дорожного движения. Она не только снимает, но и фиксирует, сколько автомобилей здесь проехали в определенное время. Потом эти данные обрабатываются, и на основе полученной информации можно настроить режим работы светофора. Сейчас в Красноярске 70 таких детекторов на шести участках. Они передают информацию напрямую в управление дорог и благоустройство. Все данные отражаются на видеостене. Уже на их основе оператор может в любой момент поменять работу светофоров. Если машин много, для них дольше горит зеленый, чтобы не создавался затор. Сейчас к единому центру управления подключено 95 участков. Однако справиться с таким объемом специалисту становится все сложнее. Задача глобальная, чтобы оператор выводил и принимал по конкретному светофору решение, потому что от этого зависит очень много. Сколько ты включил красного, сколько включил зеленого, здесь, здесь, здесь. И все эти 500, практически 500 светофоров, они работают в режиме координации. Потому что на этом запорол фазу, все, дальше все расплылось. Основная задача сейчас наладить автоматический контроль городского трафика. Для этого уже созданы от 2 до 14 алгоритмов работы светофоров, которые регулируют движение в разное время суток. Программа, кстати, разработана в Красноярске. С ее помощью можно даже заглянуть в будущее и, например, спрогнозировать, какие будут пробки, если где-то идет ремонт, или наоборот, насколько быстрее поедут машины, если построена новая развязка. Программа уже с учетом распределения транспортных потоков в том или ином направлении просчитывает, выбирает, какой оптимальный цикл, фазы, смещения предлагает. Мы выбираем, так нам подходит или нет. Внедряем, проверяем и уже непосредственно на перекресток отправляем. В этом году планируют установить несколько сотен новых детекторов, что позволит в автоматическом режиме корректировать ситуацию на дорогах Красноярска. Вячеслав Власенко, Андрей Крупнов, ИНИСЕЙ, Новости.